Всем привет дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32. И мы с вами изучаем следующий сторожевой таймер в контроллере STM32. Это WWDG или оконный сторожевой таймер Windows Watchdog. Мы с вами изучили как он работает, его архитектуру в контроллере STM32, какие там регистры, какие биты в них за что отвечают, каким образом выглядит структурная схема или блоск схема. И приступили уже к проекту. Мы посмотрели схему нашего урока, настроили уже проект и готовы вполне писать код. Поэтому сначала вернёмся к схеме. Вот она схема. Ну и как мы увидели в прошлом уроке, мы с вами ничего ещё особо не писали, но мы видим, что у нас с вами первый светодиод горит нужные 400 миллисекунд, а второй горит совсем немножко. То есть он практически сразу перестаёт гореть и возвращает сгорение первого светодиода. То есть на даже не половине, а меньше половины у нас времени горит второй светодиод и у нас перезагружает система. Ну я думаю вы поняли, что перезагружает её именно оконный сторожевой таймер, который мы с вами уже включили. Ну давайте начнём с этим борьбу. То есть мы пока его включили, но получается, что не настроили, если у нас он перезагружает. Мы его, как мы знаем, должны ещё вовремя сбросить. Но прежде чем его вовремя сбросить, давайте вообще посмотрим, как включается данный таймер. Потому что у нас мы видим вот с вами инициализацию и больше ничего не видим. Поэтому нам интересно будет зайти. Ну или встаём, жмём F3 или Open Declaration. То есть у нас сначала происходит инициализация или заполнение полей структуры данного таймера и затем мы уходим в функцию более низкоуровневой инициализации. Ну она среднеуровневой, то есть на уровне библиотеки HAL уже не на кубовом уровне. То есть и вот здесь мы видим с вами, ну это понятно идёт проверка того, что у нас всё есть. Потом вот этот вот msp.nit, он особо ничего не делает, он только, то есть, деинициализацией занимается. И затем происходит запись в регистр wwdg, ctrl-register, следующих битов, то есть он записывает в него бит wdga, находящийся вот тут вот, на вот такой вот позиции. Вот на седьмой, да? Мы с вами видели, что он именно там у нас находится. Вот он. Вот он его нам включает, тем самым включая таймер, активируя. И также заносит в остальные биты число, с которого начинать счёт. У нас с вами это не что иное как 127. Что происходит далее? Далее происходит у нас наполнение уже следующего регистра www.dg.cfr. То есть в него мы заносим значение регистра, вернее бит прерывания, если он включен, то единичку. То есть в определённый бит посмотрим сюда. Вот enable и будет в соответствующем месте он у нас находиться. Ещё раз open declaration, то есть вот на девятой позиции. Ну я думаю мы помним, что он у нас именно на девятой позиции и находится. Вот он, да? Он у нас включен. Раз enabled. Если бы он был disabled, то соответственно был бы отключен. Вот он бы нули бы в себе внёс только лишь. Затем мы делаем что? Ещё мы сюда по логической операции или заносим предделитель. Предделитель у нас с вами вот такой прескейлер 8. Он представляет из себя. Вот то есть 3, вернее не 3 это, это обозначает что троечка. А троечка это у нас 11 по двоичному и семью. Если троечку слева направо нам или 11 по двоичному воткнуть, то значит мы включим 8 и 7 бит. Вот так вот всё это дело у нас расшифровывается. То есть вот они 8 и 7 бит. Ну и плюс ко всему мы ещё число. Вот наше промежуточное тоже сюда в общем примешиваем. И всё. Вот все настройки. То есть мы заполняем просто-напросто биты регистров. Ничего мы больше не делаем. То есть это всё можно в принципе проделать без библиотеки хал. Ну раз так нам кьюб решил помочь, то мы кроме благодарности ему ничего объявить не можем. То есть ну и тут у нас таймер стартует. Он у нас и так уже стартовал. Теперь мы добавим с вами одну ещё глобальную переменную. Она будет служить флагом первого цикла мигания наших светодиодов. Она будет вот такая вот. Ну мы можем и булевские переменные. Ну там нужно библиотеку подключать. Ну есть у нас память. У нас не стоит задача каждый бит экономить. Стоит задача разобраться с работой оконного сторожевого таймера. Мы в принципе уже почти с вами разобрались. Всё нам сейчас тут будет легко. Ну и сделаем с вами функцию вот такой вот удобненькую старта нашего таймера. Чтобы нам проверять что… Вернее не старта, а перезагрузки рефреш. Мы будем пытаться вызвать халовскую функцию. Если что-то пойдёт не так, мы уйдём с вами в хардфайл. В такой вечный цикл. В бесконечный. Ну и теперь мы перейдём с вами во-первых в процедуру таймера callback. Вот тут. Уберём первым делаем всё это от прошлого занятия. У нас всё равно этот таймер с вами выключен. И всё. Оставляем мы только вот светодиоды. В принципе и даже если мы сейчас прошьём с вами код, то ничего у нас не изменится. Будет то же самое. И поэтому мы должны теперь с вами немножко посчитать, как я и обещал. То есть мы же с вами не перезагружаем вовремя. В каких кейсах мы вообще должны тут что-то перезагружать. Ну, не надо нам никаких тут формул сложных, представленных дата-шитом на контроллер. Мы сейчас и так всё посчитаем без всяких степеней. Сначала мы посчитаем, сколько нам потребуется на один тик счётчика времени, сторожевого нашего таймера конного. Для этого мы частоту 4 МГц разделим на 4096 и на 8. На наши два коэффициента при делении. Давайте я вот это вот освобожу. И начнём сначала. 4 миллиона, то есть нам в герцах надо, 4096 и восьмёрочка. Равно 4. Вот это делим на то и делим на это. И всё. У нас теперь есть с вами… Нет, тут не миллион. У нас теперь есть то, что это у нас период. Вернее, это частота в герцах. Нам надо период. То есть это период равен единице делённой на частоту. Вот у нас 8,192 миллисекунды. Один тик у нас составляет. Далее. Мы помним, что счётчик у нас считает в обратную сторону от числа, которое мы в него занесли. А занесли мы туда 127. Поэтому сначала посчитаем, сколько тиков ему надо будет посчитать, чтобы дойти до первой границы, которой мы сделали равна 90. Мы с вами 127 отнимаем 90. Равно 127 минус 90. Получаем 37. Ну и 37 мы умножаем на вот эту вот величину. Мы получили 303,1 приблизительно миллисекунд. Вот раньше вот этого времени после рефреша или после старта мы не имеем права перезагружать таймер. И теперь посчитаем величину, после которой мы уже не то, что не имеем права, а мы уже и возможности не будем иметь его перезагрузить, так как у нас перезагрузит система. То есть таймер у нас считает до 3F, что в десятичном выражении у нас 63. 127 минус 63. Нет. Равно 127 минус 63 будет 64. И теперь равно 64 умножить на один тик. Получаем 524,3 приблизительно величину в миллисекундах, до которой мы обязаны просто перезагрузить таймер. Иначе перезагружается система. То есть вот оно наше окно. Между 303 и 524 мы должны перезагрузить. То есть раньше нельзя, позже уже поздно. Можно, но не получится. Вот как-то тут мы и пляшем. Но, как известно, у нас таймер второй настроен на 400 миллисекунд. То есть перезагружать нам его надо приблизительно в каждый тик. И мы как раз уложимся в нужном интервале. Но будет у нас тут некоторая с вами загвоздка. У нас вот в нулевой кейс мы с вами попадаем прямо сразу после старта торжевого таймера. То есть он у нас, сначала он стартует, потом за следом стартует у нас таймер второй. Мы можем вот здесь вот задержку сделать и всё будет нормально. Но как-то это не совсем эстетично. Для того мы и переменную с вами придумаем. Но пока мы давайте с вами не будем трогать вообще нулевой кейс, а только в первый занесём перезагрузку нашего сторожевого таймера. Пока только в первый. Ну в принципе можно ещё посмотреть, что из себя она представляет эта перезагрузка. То есть вот мы в CR заносим значение каунтера. Всего-навсего. Мы с вами восстанавливаем значение регистра счёта битов, отвечающие за счётчик, за первоначальную величину. Так как у нас счётчик когда считает назад, в регистре значение у нас изменяется. Вот тут вот у нас значение тоже меняется. И мы его просто восстанавливаем с вами. И счёт пойдёт нормально. Поэтому в принципе можно воспользоваться без холла. Просто включать, вернее заносить биты нужные в регистр. И если не пользоваться холлом или неанхлофилы, называют его холлом. Ну факт тот, что мы если не будем пользоваться, а будем непосредственно загружать число в регистр, то мы вполне можем менять интервалы. А если мы пользуемся вот этой функцией, то мы интервал менять не можем, а пользуемся именно вот этим вот числом, которое у нас проинициализировано. Ну вам выбирать в общем как вы будете. Так перезагружать или просто заносить значение в регистр. Главное чтобы это сделать вовремя. Хорошо, давайте посмотрим. У нас всё равно будет трэбл. Потому что мы вот в девятом перезагрузили, в десятом не перезагрузили. Ушли сразу в первый. И мы до него с вами не дойдём. И у нас система перезагрузится, так как 800. 800 нельзя. Прошиваем, смотрим. Всё. У нас уже уже хорошо. То, что хотя бы у нас счётчик считает. Но мы заметим с вами, что вот скорость она на горении самого первого светодиода немножко задержка. Видите, происходит. Потому что здесь происходит перезагрузка системы. Чтобы нам её не допустить, нам необходимо достаточно с вами флажок наш использовать. Это делается очень легко и будет гораздо эстетичней, тем нам задержку делать. То есть задержки это никогда не хорошо. И здесь вот в нулевом кейсе мы теперь, если у нас флаг установлен, а он у нас не установлен в умолчании, то мы перезагрузим. А если не установлен, то мы его установим. И потом он у нас, то есть самый первый цикл он у нас с вами не установлен и мы его здесь и установим. А дальше уже будем работать вот это. Ну и всё. Теперь у нас скорее всего всё нормально с вами пойдёт. Всё с нормальной скоростью мы с вами вовремя перезагружаем наш таймер. Ну, казалось бы, на этом можно и закончить занятие. Но мы ж не можем без выкрутасов то. То есть, а как же зависание системы? Мы давайте с вами как-нибудь сэмулируем зависание системы и по нашему обыкновению мы сломаем таймер. В обработке кнопки нажатия мы раскомментируем остановку таймера. Мы остановим таймер, остальное мы всё тут с вами удалим. То есть, у нас счёт, вернее, мигание светодиодов восстановится, мы в следующий кейс не попадём и не перезагрузим с вами сторожевой оконный таймер. И скорее всего у нас произойдёт перезагрузка системы. Нажимаем кнопку. Вот сейчас нажимаем кнопку. Всё. И через некоторое время у нас почти что сразу, иногда вообще сразу произойдёт перезагрузка системы. Вот так вот работает. Ну давайте ещё нам не только вот это надо, а ещё надо нам проверить, что именно в этом интервале, если мы перезагрузим, вот который мы с вами посчитали между этим и этим, то только тогда у нас не зависнет. А если мы в каком-то другом интервале, то есть вернее за границами этого интервала, то у нас произойдёт с вами ошибка. Давайте поменяем число совпадения таймера 2-го. И поставим ему ниже наших заданных 1599, 1099. Соответственно он уже будет не раз в 400 миллисекунд с вами у нас считать, а будет считать он приблизительно раз в 275 миллисекунд. Ну там достаточно 8000 разделить на 2000 и на 1100. То есть прибавляем там везде. Запускаем. Кнопку жмём. Всё. У нас тот же самый эффект с вами. То есть мы скорость прибавили и слишком рано перезагружать пытаемся. И всё. У нас сброс. Давайте теперь… То есть у нас 275 вот в этот вот интервал не входит. Давайте как-нибудь обозначим что ли этот интервал с вами. Вот он у нас интервал. Но не будем обращать на эти циферки. Если я их сейчас уберу, вот этот вот сломается. Вот. То есть у нас 275 сюда не входит. Мы слишком рано. Хотя не намного раньше. Но вот так. То есть у нас условие не выполняется. Теперь мы вместо 1099 и вместо 1599 занесём с вами 21199. Что позволит нам добиться 550 миллисекунд или 0,55 секунды. Что также не войдёт в этот интервал. Хотя немножко позже. Но мы увидим эффект. Всё равно сработает. Вот. Всё. Ну и также давайте попробуем тоже поменять. В общем число сравнения. И поставим ещё одно. 1799. То есть то, что не совпадает оно ни с 1099, ни с 2199, ни с 1599. Которые мы с вами задавали вот тут. При этом значение, если посчитать, то будет 0,45. То есть будет таймер работать чуть медленнее. Он же 0,40 или 0,4 у нас работает. Мы заметим некоторое замедление. Но тем не менее у нас система не перезагрузится. То есть потому что 0,450 вот в этот вот интервал у нас входит. Пробуем собрать. Запускаем. Нажимаю. Как видим чуть-чуть у нас таймер замедлился. Но у нас не происходит перезагрузка. Давайте перезагрузим контроллер. Вот. Вот чуть-чуть замедлилась. Но перезагрузка у нас не произошла. К сожалению, в рамках данного урока мы не сможем, конечно, все прелести понять, что независимого стражевого таймера, что оконного. Возможно, впоследствии мы к ним с вами вернёмся. Ну, я надеюсь, я вам как-то помог вообще понять, для чего нужен и тот, и другой таймер. Таким образом, в данном уроке мы с вами познакомились с оконным стражевым таймером WWDG. Поняли, как он работает. Ну и худо-бедно закрепили свои знания на практике. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления, пишите комментарии, жмите кнопочку, мне нравится, если вам понравился данный урок. Заходите в группы, пишите свои предложения обязательно, я их сейчас собираю. Потом будем глядеть на их массовость и что-то будем ещё думать интересное. Хотя и так у меня в голове тут столько проектов крутится. Светодиодная ленточка скоро у нас длинная на 10 метров пойдёт на фронтон и как переделать с 144 умных светодиодов на 150 на 300 проект. То есть дело идёт к новому году, и я думаю многим интересно это всё будет увидеть своими глазами, как её запитать, как, в общем, всё это подключить. Ну и самое главное, как переделать код. Так что ждите новых уроков, смотрите под другим контроллером уроки. Всем пока, всего хорошего, всем доброго здоровья.